Все ближе и ближе тот волнительный день, 1 апреля. Но многим не до смеха. Именно в этот день открывается запись детей в первый класс. Действует ли в этом вопросе принцип, кто первый встал, того и тапки? Или стоит прислушаться к совету знающих людей и не паниковать? Поговорим об этом в студии вновь. У нас в гостях Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула и Марина Панкрашова, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы. Здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в нашей студии. Кто-то здесь впервые, как выяснилось, Марина. Ну и традиционный вопрос. Сколько детей в новом учебном году первоклассник? Согласно прогнозным данным, 1 сентября 2022 года приступят к обучению около 10 тысяч первоклассников. Что будет на самом деле, узнаем чуть позже. Сегодня пока ориентируемся на прогнозные данные. Ну а если в сравнении, допустим, с предыдущим годом, больше, меньше? Что касается сравнения, то в принципе мы ожидаем то же количество, что и в прошлом году. 10% ориентировочно, как и в прошлом году, мы ожидаем, что это будут, скорее всего, приезжие дети. И 90% это дети Барнаульцы. И приезжие это с районов, да? Кто хочет жить в городе и перебрался, все семьи сюда. Много приезжих у нас из районов Алтайского края, если смотреть по опыту прошлого года. Но есть и приезжие из стран зарубежья. То есть это Таджидистан, Узбекистан, Казахстан. Ну, в свете сегодняшних событий, есть ли кто к нам прибыл? Ну, не по доброй воле, но беженцы, в общем-то. На сегодняшний день, да, пока прибыла одна девочка. Она на сегодняшний день у нас ученица первого класса. Зачислена в школу Ленинского района, в одной из школ Ленинского района. Ну, вот если говорить о том, кто вот из всех деток гарантированно поступит в то учебное заведение, в которое мечтает, будут ли какие-то приоритеты? Ну, здесь, я думаю, что ни для кого уже, для родителей тоже нет секрета, которые этой темой интересуются. Приоритет отдается все-таки сейчас у нас по месту жительства деткам. Это те детки, которые непосредственно закреплены за школой. Но и есть у нас льготные категории, есть первоочередники, внеочередники, так называемые. Ну, во многом, может быть, эти списки вызывают вопросы у многих родителей, но это федеральные полномочия. И здесь, что касается муниципалитета и даже региона, мы не всегда можем влиять масштабно на изменения льготных категорий. Но, тем не менее, те, кто закреплены за школой, получают все-таки преимущественное право. Да, немножко добавлю. Действительно, с 1 апреля, с 1 апреля начинается у нас стартует приемная кампания. Она, первый ее этап продлится до 30 июня. Так вот, с 1 апреля действительно будет у нас прием первоклассников, детей, будущих первоклассников, так называемых льготных категорий. Это первоочередники, это у нас дети военнослужащих, это у нас дети полиции, УФСИН, службы судебных приставов и так далее. Затем, имеющие преимущественное право, это наши братья и сестры. Причем в этом году, значит, место жительства этого ребенка не требуется. То есть брата или сестры, чтобы они проживали в одной квартире по одному адресу. Нужно только лишь подтвердить родство. То есть это могут быть либо полнородные дети, то есть когда оба родителя, у этих детей оба родителя, и папа, и мама. Либо они родственники по одному родителю, либо по папе, либо по маме. То есть неполнородные дети. И, естественно, как уже сказала Марина Владимировна, это наши дети, которые проживают на закрепленной за школой территории. 1 апреля, я вот сказала, судьбоносный день для многих, как думают родители. Стоит ли бросать все? И вот где-то прочитала в интернете, один открыл сайт, а другой тот же сидит со свидетельством о рождении. И бегом, бегом думают, я первый, значит, в общем-то, первой в очереди окажусь. Так ли это? Я думаю, что нет, совершенно не нужно этого делать, бежать куда-то. А проще в 8 утра открыть свой компьютер, либо телефон. Прямо 1 апреля? Прямо 1 апреля. А если я это сделаю 2-го? Если вы это сделаете 2-го, лучше это сделать 1-го, конечно. Все же, да, понятно. Лучше это сделать, все-таки, сделать 1-го апреля. С 8 часов, значит, стартует у нас приемная кампания. Не нужно бежать в школу для того, чтобы подать это заявление. Можно из дома, через интернет, зайти на портал образовательных услуг, так и забить в поисковике портал образовательных услуг Алтайского края. Вас как раз отправят на ту страничку, где нужно будет подать заявление на будущий год. Первый класс на будущий год. И, соответственно, заполнить это заявление. Но вместе с тем, есть еще способы подачи заявления. Это по электронной почте, на электронную почту школы. И точно так же заказным письмом. Ну и самый, я считаю, последний способ, это прийти в школу, непосредственно подать заявление там. Но точно так же секретарь, который будет находиться в школе, он точно так же будет забивать это заявление через портал образовательных услуг. То же самое, что вы можете сделать спокойно, находясь дома, либо на работе. Вы мне вот что объясните. То есть, действительно, родители делают все правильно. То, что 1 апреля рано утром портал будет работать без перебоев, если сейчас все родители кинутся туда. Да, сейчас готовится портал к тому, чтобы действительно проработать без перебоев. Мы очень надеемся, что этих сбоев не произойдет, потому что зачисления будут проходить строго только в электронном виде. То есть, только через данный портал образовательных услуг. Если он сделал это не 1 апреля, а 2 апреля, ну мало ли, вот в данный момент не было интернета под рукой. В этом случае, значит, это ничего страшного, потому что заявление подается у нас с 1 апреля по 30 июня. И лишь только с 1 июля в течение трех рабочих дней будет проходить зачисление. То есть, в принципе, с 1 апреля по 30 июня любой родитель может подать заявление на прием в первый класс. Ну, я знаю, что к вам уже обращаются родители по разным проблемам. Школа у дома, не у дома, по месту жительства, не по месту жительства. Какие чаще всего вопросы? Ну, конечно, в этом году мы еще, наверное, ожидаем шквал, как обычно, этих обращений. И если вот градацию проводить, то обычно они связаны с тем, что хотелось бы не в школу по месту жительства, но так называемую престижную школу. На мой взгляд, это такая достаточно большая проблема, которую родители порой сами и создают, вот этот ненужный совершенно ажиотаж. Мы же говорим о первых классах. И что касается первых классов, вот и я, как педагог, и думаю, Наталья Александровна меня поддержит, все-таки нужно создать для ребенка комфортные условия, школа, которая, ну, максимум находится рядом с домом. И вот здесь, если, понимаете, в чем проблема, надо разграничивать. Если мы берем район новостроек, то даже вот с этим есть проблема, потому что не все школы не имеют возможности вместить всех желающих даже по прописке. Но комитет по образованию предлагает варианты, и Наталья Александровна может озвучить ту цифру, сколько у нас есть свободных мест. То есть говорить о том, что мест для первоклассников в городе Барнауле нет, это неправда. Другой вопрос, вот если вы обращаетесь, я всегда на личных приемах родителям объясняю, насколько для вас важно, вот рядом с домом у вас есть школа, где есть свободные места. Почему вам очень важно попасть именно в так называемую престижную школу, при этом возить ребенка, да, и, ну, создавать не совсем комфортные условия для маленького человека с утра и для себя самого. Поэтому это вот одно такое, один такой момент. Но, как я уже обозначила, проблема относительно новостроек, да, и нехватки мест, она все-таки существует. Оттуда обращение одного характера. Если мы берем центральную часть, так скажем, старую часть города, здесь, ну, их и обращений меньше, потому что если родитель понимает, что нужно идти в ту школу, которая рядом, и она, так скажем, непрестижная, хотя я вообще... Ну, центральный район, но и не повезет в индустриальную. Индустриальную. Ну, вы знаете, у нас есть желающие попасть именно в новую школу. Поэтому, знаете, мы здесь с комитетом по образованию каждое обращение отрабатываем индивидуально, вот на телефоне, мы даже не тратим время на письменный запрос, потому что, ну, это время, это 30 дней, да, которые есть. Мы всегда с Натальей Александровной, со специалистами комитета, депутатский корпус на контроле, держим каждое обращение. Они, поверьте, правда, очень индивидуальные. Это надо по группам разделить, но я вот отчасти попыталась это сделать. Но если все же, вот, отчаянный родитель готов увозить через весь город, да, вставать утром рано, через пробки и так далее, и хочет попасть вот в ту самую престижную школу, что делать? Точно так же он подает заявление. Тоже так же с 1 апреля, или все же есть какие-то другие даты? Смотрите, если он проживает в центральной части района, хочет, значит, чтобы его ребенок обучался в индустриальном районе, в районе Новостроев. Ну, отчаянные, естественно, родители. Конечно, ЕУ нужно будет подавать заявление с 6 июля. То есть с 6 июля стартует второй этап приемной кампании для детей, которые не закреплены за микрорайоном школы, то есть за какой-то школой, не проживающей в микрорайоне школы, так скажем. А есть ли смысл подать сразу в несколько школ, может быть, где-нибудь, да, прокажется? С первым, 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 с Просто я почему уточняю, вы помните же, как раз в новом, по-моему, микрорайоне родители ночью занимали очередь в школу, и мы неоднократно снимали сюжеты, свежи вот те самые картинки, почему-то у меня в памяти, и такого вот не будет уже, надеюсь. Было такое, но, к сожалению, наверное, очень неудобная для родителей сейчас ситуация складывается, что новостройки растут, дома растут, соответственно, у первоклассников детей очень много, а в новых микрорайонах, в кварталах наших, к сожалению, на сегодняшний день только три школы. То есть, получается, у нас на 10 кварталов, которые уже застроены жилыми домами, у нас всего три школы, и эти три школы находятся именно в тех кварталах, вернее, жители каждого квартала, вот в этих трех школах, они закреплены за определенные школы. Я сейчас говорю о школах 135, 136 и 121 лицей. Что касается жителей следующих за этими кварталами микрорайонов, соответственно, конечно, у них нет школы и нет возможности приписать их к этим школам, к действующим, которые вроде как близлежащие. Соответственно, мы вынуждены, и мы это делаем, и в этом году до 15 марта этот приказ был издан о закреплении территорий. Мы эти дома закрепили за самыми близкими к этим территориям школами, то есть там, где есть свободные места. Чтобы закрепить за школой, естественно, мы делаем два действия. Это мы смотрим, сколько мест в этом году данная школа у нас даст свободных для приема в первый класс, и сколько детей проживает на закрепленной этой территории. И, соответственно, дальше уже рассматриваем дальше следующую ситуацию. Марина, получается, это большая проблема. Город растет, мы хотим жить в новых домах, а, в общем-то, и рапортуют, а о чем? Тут же и школа, вам будет и садик, и поликлиника. Так все равно, получается, не хватает. Как решать вопрос? Я вот здесь, знаете, все-таки, вот Наталья Александровна сказала, к сожалению, к сожалению для родителей, но я могу сказать, да наоборот, хорошо, что город растет, растут микрорайоны. И это ведь проблема есть, и депутатский корпус ее понимает, и мы ставим вопрос о том, чтобы новые учреждения социального назначения появлялись в микрорайонах. Но, к сожалению, к счастью, да, все-таки дома растут быстрее, чем, например, есть возможность построить новый детский сад или школу. Но даже за прошедший год, это три детских сада, это одна новая школа, я вот, знаете, не помню, это только за один год мы говорим о том, что, ну, невозможно построить, это правда, не в наших силах, наверное, не только силами муниципального бюджета, я имею в виду, построить, ну, вот по тому необходимому количеству, которое есть в соответствии с теми домами, которые там появляются. Это хорошо, что они появляются. И жители наши должны четко понимать, если мы каждый год, да, то одна, то две школы, новые, совершенно с нуля появляются, это очень хорошая тенденция. И я уже говорила, что старая часть города — это одна история, новая часть города — это другая история. Ну, посмотрите, в старой части города новых школ не появляется. И новые детские сады, и новые школы, они все появляются в новых районах. Это правильно, и поликлиника там, да, сейчас достраивается. Да, может быть, вот это вот, как я уже говорила, соответствие между количеством домов и социальными объектами, но мы над этим, правда, работаем. И это в нашей планете общаться на этот вопрос с строителями, чтобы они не только новый дом возводили и продавали быстрее квартиры, чтобы получить свои деньги, но и в комплексе. Смотрите, на сегодняшний день уже запланировано строительство, только нужно немножко подождать. То есть уже в этом году приступят к строительству двух новых школ. Это в квартале 2009 и в квартале 2010 наших новых новостроек. И далее, в течение следующих лет точно так же, то есть 10 школ у нас будет построено в этих микрорайонах. Из них одна тысячница школа. Плюс, кроме этого, у нас запланировано строительство пристроек уже действующим школам. Это лицея 121, опять же, в этом же микрорайоне, в этом же индустриальном районе. Поэтому просто хочется попросить уважаемых родителей чуть-чуть смириться с той ситуацией, которая сейчас есть, потерпеть. И в ближайшем будущем они смогут посещать школу по месту жительства. И хочу сказать, что на сегодняшний день очень много обращений, что школа должна находиться на удалении от 500 метров, не более 500 метров до дома. К сожалению или к счастью, норматив отодействует только для вновь вводимых социальных объектов, для вновь вводимых школ. То есть те школы, которые мы сейчас будем строить, для них действительно школа будет в шаговой доступности для этих родителей, которые проживают в данных микрорайонах. К сожалению, наше время подошло к концу. Я думаю, что беседа была очень полезной для наших зрителей. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула и Марина Панкрашова, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской думы.